Девушки отдыхают Ставропольское православное духовное семинарии сегодня – это высшее учебное заведение профессионального религиозного образования, которое открывает свои двери для всех желающих. Духовная школа, наше Ставропольское духовное семинарие, с самого своего основания имела, с одной стороны, те же задачи, которые стоят перед любой школой духовной, с другой стороны, владыка Еремия Соловьев, учреждая здесь, на Кавказе, семинарию, имел в виду подготовку таких образованных, просвещенных, духоносных пастырей, которые смогли бы подвигоположно послужить делу православной христианской миссии здесь, на Священном Кавказе, в деле просвещения народов здесь живущих в основах веры Христовой. Готовясь стать священнослужителями Русской Церкви, учащиеся семинарии постигают откровения Божие, получают возможность впитать слова мудрости из книг, которым более двух тысяч лет, и увидеть их востребованность в условиях современной жизни. При поступлении в семинарию, наряду с результатами ЕГЭ, абитуриенты проходят собеседование по богословским дисциплинам, творческий экзамен по церковному пению и пишут сочинение экспромт на церковно-историческую тему. Перед тем, как поступить в духовную школу, молодой человек должен оставить в прошлом вредные привычки и ответственно подойти к принятому решению. В духовной школе все начинается и оканчивается молитвой. 1 сентября совершается божественная литургия и молебен на начало учения. Молитвы начинаются и оканчиваются ежедневные учебные занятия и трапезы. Каждый день все студенты собираются в семинарском храме для утренних и вечерних молитв. Домовый храм Ставропольской духовной семинарии посвящен ее небесному покровителю-святителю Игнатию Бринчанинову, епископу Кавказскому и Черноморскому. Образовательная программа духовной семинарии содержит большое количество богословских дисциплин, которые не изучаются в других учебных заведениях. Библейская история, библейская археология, священное писание Ветхого и Нового Завета, основное догматическое, нравственное и сравнительное богословие, общая церковная история, история русской церкви и других поместных православных церквей, патрология, наука о святых отцах церкви. Есть группы дисциплин, связанных с практическими сторонами деятельности священнослужителя. Это литургика, наука о богослужении, гомилетика, о проповеди, каноническое или церковное право, мессиология, наука о мессионерстве, сектоведение, основы реабилитационной психологии, социальная концепция русской православной церкви. Изучается в семинарии и гуманитарные науки, история России, византология, философия, риторика, иностранные и древние классические языки, педагогика. Все пять лет обучения в семинарии студент полностью погружен в ее жизнь. Семинария не только предоставляет образование, бесплатное общежитие и питание, но и задает ритм жизни своих воспитанников. Распорядок дня четко определяет время учебных занятий, трапез, самоподготовки и даже отхода ко сну. Трапезные семинарии. Не просто благоустроенная столовая, но и место, где ежедневно собираются вместе все пять курсов духовной школы. Семинарская библиотека занимает особое место в учебном процессе. Ее фонды насчитывают свыше 33 тысяч томов святоотеческой, богословской, церковно-исторической и светской литературы. Жизнь духовных учебных заведений протекает в соответствии с богослужебным календарем православной церкви. Уже с первого года обучения в семинарии студенты поочередно участвуют в ежедневных богослужениях в Андреевском соборе города Ставрополя, поют и читают на клиросе, несут пономарское и иподьяконское послушание. Великие церковные праздники и учебные занятия отменяются, и все преподаватели и студенты принимают участие в торжественных богослужениях. Также не меняется жизнь семинарий в период постов. Это видно как в постной трапезе, так и в более строгом распорядке дня и частом посещении богослужений. Семинария полностью обеспечивает самые разные стороны своей жизни. Студенты семинарии участвуют также в различных миссионерских и просветительских проектах за пределами духовной школы и в ее стенах. Регулярно проводятся встречи и мероприятия в высших и средних учебных заведениях Краевого центра, библиотеках, детских приютах и социальных учреждениях. Организуются экскурсии по Епархиальному музею, Андреевскому собору и самой семинарии. В последние годы Ставропольское духовное семинария стало региональным научным центром, который объединяет вокруг себя не только церковных, но и светских ученых, изучающих историю христианства на Северном Кавказе, духовное наследие святых отцов церкви и иные вопросы религиозной жизни. Результаты своих исследований они предоставляют на традиционных свято-игнатиевских чтениях, которые проходят в городе Ставрополь. Предусмотрено поле деятельности и для начинающих исследователей. В свободное от учебы и послушании время семинаристы выезжают в паломнические поездки, посещают концерты и выступления выдающихся деятелей науки и культуры. В любое время года наши ребята занимаются спортом. Семинария объединяет очень разных людей. В нее поступают студенты со всего Северного Кавказа и даже дальних регионов. Сегодня выпускников Ставропольской духовной семинарии можно встретить в самых разных уголках канонической территории Русской Православной Церкви от Прибалтики до Дальнего Востока и от Закавказья до Архангельска. Более того, некоторые из них служат в Германии, Египте, Израиле, Италии и США. Мир православия богат и разнообразен. Для молодых и активных жителей Северокавказского федерального округа ближайшая дверь в этот мир расположена по адресу Ставрополь, улица Дзержинского, 155. Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие преподаватели, сотрудники и учащиеся в Ставропольской духовной семинарии, позвольте сердечно поздравить всех вас с нашим дорогим юбилеем, 170-летием со дня основания Ставропольской духовной семинарии. Наше высшее духовное учебное заведение является старейшим на Кавказе, и, безусловно, Россия, осваивая новые земли, в том числе Кавказ, конечно, думала о том, что здесь должны трудиться образованные люди, как инженеры, как землепашцы, как строители городов, так, безусловно, и священнослужители. Я очень надеюсь на то, что наша епархия, митрополия, весь Кавказ будет постоянно получать самые лучшие кадры тех священников, которые будут трудиться на приходе, которые будут служить и нашему Отечеству, а главное – спасать людей. С праздником, с юбилеем, дорогие друзья! Ваше Высокое Преосвященство, Владыка Кирилл, уважаемые преподаватели, выпускники и студенты, сердечно поздравляю вас со 170-летним юбилеем Ставропольской православной духовной семинарии. Она стала одним из первых учебных заведений Северного Кавказа в середине XIX века, настоящим центром просвещения культуры. Российскому православию пришлось пройти через многие трудности и испытания, но в Ставропольской семинарии сумели пронести с воздвека лучшие традиции богословского образования и христианского просвещения. Не случайно среди ее выпускников так много выдающихся духовных лидеров, миссионеров, ярких общественных деятелей. Сегодня роль Церкви в укреплении нравственных основ общества особенно велика. Вам вновь приходится решать сложные задачи по преодолению кризисных явлений, возвращению истинных духовных ценностей. Пусть Ваше служение поможет Ставрополью, как и всей России, справиться с трудностями на пути к процветанию и благополучию. От всей души желаю православному духовенству и коллективу Духовной семинарии крепкого здоровья, добра и успехов на благо нашего Отечества. Сегодня, поздравляя наших коллег, мы с радостью говорим о том, что мы союзники, мы сотрудничаем и в проведении научных, практических конференций, и в дни празднования особых событий и в истории Церкви, и в истории Отечества. Пожелаем успехов нашей Ставропольской духовной семинарии. И нет сомнений в том, что впереди у нее еще не одно столетие славной биографии и многие сотни достойных выпускников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok